Пациентка обратилась с целью профгигиены. Мы обнаружили после проведения процедуры кариес, и сегодня будем лечить кариес. 26-й и 25-й. Сейчас мы будем проводить тест на витальность данного зуба. Холодовой тест называется. Давайте сейчас. Почувствовали, подняли и прекратилось обучение. Только сейчас ушло, да? Так, второй точно так же. Хорошо, почувствовали, подняли, прекратилось обучение. Хорошо. Давайте начнем. Делаем анестезию, да? Угу. Так, смотрите, передаем следую. Да, я сделала инфляцию, чтобы самокол был не болезнен. Так, расслабка. Тест на витальность. Это специальный раствор, да? Он под определенным градусом. Холод. Подается холод, да? Зубу. И в зависимости от реакции посленно мы можем понимать состояние сосудиста нервного кучка, да? Ну, нет. Вот. В норме он, ну, вот, ну, 2-3 секунды. Там могут быть некоторые погрешности, плюс-минус, да? В зависимости от того, на каком расстоянии находится сомнев, да? Да, вот, вот, криозных полостей, от структуры тканей. Вот. Если это осложненная форма кариеса, там бывают погрешности много больше, да? При периодонтитах, допустим, вообще зуб не дает никакой реакции. При пульпитах может быть запоздалая очень реакция, либо реакция есть и после достаточно протяженные отголоски, вот, волевой реакции, да? Да, поэтому здесь уже доктор непосредственно на основании дополнительных еще дополнительных, дополнительной диагностики, да, на основании параллельной СКТ, на основании еще полостерта, да, самокуриозной при препарировании мы уже ставим диагноз и понимаем, как лечить сомнев. Спасибо. Дышим спокойно, но самодухониль не задерживаем. Мы отпрепарировали кариозную полость, промыли, да, антисептическим раствором, сейчас будем подготавливать к пломбированию. Вот, кариоз, плюс здесь по оттенку даже видно, что есть на максимальной поверхности, также он захватывает старая пломба, когда-то был речь о старой несостоятельной цементной, скорее всего, пломба, небольшой участок. И на КТ также есть у пациентки, мы изучали, и там подтвердился кариоз тоже на максимальной поверхности. Вот, что у нас получилось после препарирования, мы убрали некротизированную ткань, старую несостоятельную пломбу, кариоз по второму классу, да, то есть именно между зубами на контактной поверхности. И то, что у нас получилось после восстановления анатомической формы зуба, после пломбирования полноценный здоровый зуб. Тест на витальность относится к дополнительным методам диагностики, да, при постановке диагноза, это кариес, пульпит, периодонтит, все всегда смотрится в совокупности, да, это снимок, это тест, это визуально доктор оценивает состояние зуба тканей, что из себя представляет данный тест. Это раствор, определенный градус там в этом растворе, да, это холод, да, простым языком, это холодный раствор, который прикладывается к зубу, и на основании реакции пациента косвенно мы можем понимать состоятельность нервы, да, состояние сосудистонервного пучка. И что касаемо кариеса, обычно реакция бывает, ну, достаточно быстро, в течение 2-3 секунд, да, быстро человек, пациент чувствует и реакция проходит. А в случае пульпита и периодонтита, конечно, бывают погрешности, да, если это пульпитное явление, реакция может быть сразу, но она достаточно долгая, длительного характера, да, и если это периодонтит, то реакция может отсутствовать. А пациенту не больно, это каждый из вас, наверное, чувствовал в своей жизни, да, вот как холодное мороженое съел, и вот чувствительность возникает. Пациенту не больно, это просто реакция на холод, да, вот просто порог чувствительности у всех разный.